доброго дня мы из украины ну и вот друзья второе видео сейчас мы будем снимать на моем канале это рецепт кетчупа но как вы думаете чего кетчуп из кабачков поэтому сейчас я вам пошагово расскажу как я его буду готовить и сразу оговорюсь почему я веду канал на русском языке потому что мой мои мое видео мой канал я хочу уже смотрели и в грузии у меня есть очень много друзей и в армении и прибалтики поэтому всех прошу меня строго не судите дорогие друзья еще очень прошу подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии мне будет это приятно и конечно это все помогает продвигаться моему каналу и так мы начнем готовить друзья что приготовить этот кетчуп нужно взять либо кастрюлю с толстым дном либо вот такой чугунок мы нарезаем полтора килограмма кабачков нарезаем кубиком без разницы каким мы все равно будем потом все это блендерить и полкило репчатого лука нарезали кубиком посолили две столовые ложки соли хорошенечко размешали и даем постоять полтора а может даже часа достаточно будет друзья у меня прошло час времени смотрите сока очень много поэтому не нужно больше и сейчас мы эту этот казанок ставим теперь на газ для того чтобы протушить это все полчаса ставим на газ и так друзья смотрите кабачок порезанный кубиком и соль уже закипают и вот с момента закипания так будет тушиться 30 минут оставляем накрываем крышечкой и пусть тушится все 30 делаем огонь меньше так друзья у нас покипели кабачки с луком и солью полчаса теперь мы сюда делаем доклад 400 грамм сахара добавляем сюда головка чеснока подавить ее нужно на чеснокодалку сюда же мы добавляем столовую ложку паприки желательно чтобы эта паприка была копченая сюда же мы добавляем ложку красного перца значит смотрите кто любит не сильно острые тот может добавить чуть больше пол столовой ложки будем пробовать добавляем 200 миллилитров уксуса девяти процентного и сюда же мы добавляем пол литра томатной пасты 500 грамм и все хорошенечко перемешать дать закипеть и чтобы еще потушилась 10 минут после чего будем выключать блендерить и раскладывать уже по заранее приготовленным стерео стерилизованным баночкам хорошенечко все вот так вот размешиваем и пусть протушится еще 10 минут и так друзья мы все протушили по блендерили и сейчас все раскладываем по стерилизованным баночкам разложу и сразу скажу потом какой вы получился выход закончили мы приготовление кетчупа вышла две с половиной литра вот такие баночки я наполнила теперь мы переворачиваем и запутываем что я хочу сказать кетчупу место имеет быть кетчуп очень вкусный и полезный это не покупной тем более мы все знаем понимаем что кабачки при термообработке не теряют свои свойства друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пробуйте делать рецепты которые вам предлагаю и у вас все получится до новых встреч с вами была святуля красотуля если вы его сделаете поверьте вам не захочется потом покупать кетчуп в магазине это гораздо вкуснее и полезнее поэтому пробуйте делайте у вас все получится очень легко просто и быстро